Всем привет, друзья! С вами снова я, Морти, и мы продолжаем играть в игру Firewatch. В предыдущей серии мы узнали о том, что на девчонок, которые отдыхали в этом лесу, напал какой-то маньяк. Они, в свою очередь, судя по оставленной записке, подумали, что это сделали мы с вами. Но, насколько я помню, я всю ночь спал у себя на рабочем месте и никуда не отлучался. Скорее всего, это был тот мужик в чёрном. Потом мы пришли домой, ну, то есть, утром уже как проснулись, я решил всё-таки заделать это окно досками, потому что, ну, какого чёрта? Ночью очень холодно, и, извините, я так могу и заболеть, очень сильно поддувает. Плюс, сейчас будем узнавать новые указания, что нам делать, куда нам дальше отправляться, и, собственно, какие у нас задачи стоят. Какая красивая гора. Жаль, что всё статично. В смысле, опять спать? Девятый день уже, нифига себе, мы как долго здесь живём. Если честно, я уже потерял счёт времени. Ой, какой вкусный сэндвич. Ребята, вы любите сэндвичи? Или больше... Вам бургеры нравятся? Красота-то какая. Надеюсь, это рассвет. Потому что обычно я очень поздно просыпаюсь. Ну, не в жизни, а играя за данного плесничего. Мы просыпаемся довольно-таки поздно. Да, давай. Ответим на вопрос, почему бы и нет. Слушай, это не будет проблем. Я имею в виду, если они умерли, то может быть. Надо бы не сказать что-то и спасать нас проблемы? Да, думаю, стоит сказать. Я думаю, что это стоит сказать. Блин, у меня был всего лишь один сэндвич. Хочу ещё поесть. Мало. Я не накушался. Я не накушался. Хорошо, Хенри, спасибо. Пойдёмте с солнцем. Завтракать нужно хорошо. Так, пойдём. Пятнадцатый день! Ё-моё! Что-то у нас, я так понимаю, совсем не так. Это работает, да? Живём изо дня. В день одно и то же происходит. Ничего не меняется. Ну вот. Разбудили нас ночью. Окошко в порядке. Это главное. Нам не дует. Вставай с кровати. Да-да-да-да-да. Сейчас отвечу. Я здесь, на связи. Ты просто захотелось со мной поразговаривать, что ли? Привет, Джулс. Ооо, ты чувствуешь устойчивый. Ну, я спал. Так-то вообще-то. Я так. Ты чувствуешь себя? Какой-то странный у неё голос. Конечно. Ты? Все хорошо здесь? Джулс? Что? Ооо, извините. Хенри. Да, хорошо. Ооо, тоже спит. Ооо, это хорошо. Ну, я позволю тебе вернуться в спину. Я вообще-то уже спал. Делила, кажется, хорошая. Угу, конечно. Пока, боже. Простите, Джулия. А, нет, все правильно. Речь отпутаю. Или Джулия, это наша жена была? Да нет, такого быть не может. Куда-то нас отправили. Следовать на север за припасами? Ну, это наша работа. О, храняйте этот лес и, видимо, доставлять сюда припасы. Мы все-таки, видимо, доставляем на 90-дегре-heat, и я могу делать кроссворки. Это не жизнь miserably unfair. В общем, когда вы найдете декабря, помните, что это не только для вас, окей? Другие шаги, биологи, несколько человек получают их food, и я не хочу сказать, что еще больше. Там должно быть много хороших вещей, хотя бы. Баней, пруней, черти. Ты знаешь, моя сестра ест шесть пруней в день. Шесть. Как же эта женщина много разговаривает. То про фасоль, то про еще там что-то. То будет меня посреди ночи, понимаешь? Подождите, нет, это Дэлайла. А до этого нам звонила Джулия. Джулия-то, по-моему, наша жена. Подождите, Джулия-то, потому что ты милый, хотел разбудить тебя, чтобы подумать, что возможно тебе приятный разговор и решила не мешать. О-о-о. Да, я вроде все рассказал, что хотел. Так, пропускаемся. Она мне не доверяет. Она думает, что я от нее что-то скрываю. Игра, как всегда, очень красивая. Ну, бежим дальше. Так, мне бы еще вспомнить, на какую кнопку у нас бег. По-моему, на R. Угу, отлично. Стоило все-таки немного это дело переназначить. Хотя бы на Shift. Рацию уже сделать, наверное. Так, по-моему, я как раз здесь спускался в свое время. Опа. И ешик с припасами. Мы уже этот осматривали. Так, где я нахожусь? Угу. Там, видимо, стенка какая-то, а мне нужно идти наверх дальше. То есть, подниматься по тросу. А, ааа, я вспомнил это место. Мы там уже были. Как раз нам, ну, нам нужно прийти в данный момент к тому большому контейнеру. Там что-то взять. И, видимо, из этого контейнера все эти вещи распределить по вышкам. Как же отлично, что у нас тут уже есть этот альпинистский трос. Так. Только еще непонятно, как нам по нему вскарабкиваться. Давай, мужик. Тут-то я уж надеюсь, ты не упадешь. Ты уже вроде как научился со всем этим управляться. И должен справиться с этой непростой задачей. Тут, насколько помню, мы нашли рюкзак. Блин, как же попасть туда наверх? Вдруг там еще что-то осталось? Ну, видимо, не сегодня. Эх, жаль, конечно. Я бы проверил. Вдруг там еще есть какой-то рюкзачок. Или, например, остался парашют. Его бы тоже было бы неплохо поиспользовать в своих целях. Например, использовать эту ткань на починку своей одежды. Хотя, блин, это не та игра, чтобы об этом думать. Я думаю, у нас тут с нашей одеждой как раз все в порядке. И в новой мы уж точно не нуждаемся. Опачки. Еда для другой вышки. Еда для вышки две тропы. Еда для другой вышки. Блин, а как определить? Для какой? Так, ну, окей, для вышки две тропы. А, это для нашей. Да, я так понимаю? Да, она у нас именно так и называется. Две тропы. Так, ну, я беру свою. Видимо, все. Теперь идти обратно домой. Следует на север за припасами. Или нужно все забрать. Так, ну-ка, закончить день. Сейчас проверим. Сообщить от обытых припасов. Я забрал. Да, только свое. Чужой брат. 64-й. Вот это скачок. Последний раз у нас был 15-й день. Офигеть. Почему нам не дают все эти дни? Прожить и проиграть. Едите там пожар. Офигеть. Вот эта проблема огромная. Они что-то как-то даже особо по этому поводу не паникуют. Я бы тут уже орал, блин, бегал. Пожар, пожар, пожар. Помогите, спасите. Они такие спокойные. Женщина, давай быстрее говори. Давай уже что-то делать. Нести там огнетушитель, не знаю. Да, как насчет большого пожара, как бы. Ничего не смущает? В общем, они странные работники. Так спокойно общаться насчет пожара, я нифига не понимаю. Я бы уже, наверное, рванул его тушить. Что это? Да, да, да. Это самое время для обсуждения. Что она любит делать на этом ручье. А то, что тут огонь горит, и, возможно, этот огонь сейчас разгорится на весь лес, это, видимо, никого не волнует. Это не та тема для обсуждения. В смысле, я же вижу огонь. Так, а че мне надо? Я что-то делаю не так? Идем обратно на вышку. Видимо, он отсюда его не видит из-за деревьев. Зря я вниз спускаться начал. Большой пожар, ну. Смотрю на него. Я рад, но... Я нифига не понимаю. Ребята, отпишите мне, пожалуйста, по этому поводу в комментариях. Возможно, вы в курсе. Может, я что-то пропустил. Какое-то очень важное сообщение. Почему они так спокойны? Это нормально, что пожар горит, и... Мы при этом ничего не предпринимаем. Да, она с ним уже давно заигрывает. 76-й. Опять нас отправили в будущее. Рыбалка, да ладно. Всегда мечтал. Так. Поймать рыбу в озере Джонси. Ща пойду. Так, а где озеро-то находится? Пока я не могу определить. Не могу... Выпишись в свою карту. Найти медвежью сведу у берега озера. Эй, а чё за спойлеры? Блин, проблемный медведь. А чё я с ним буду делать? Хорошо. Раз это... Моя работа. А, я вспомнил это место. Сейчас мы как раз к этому озеру и подойдём. Тут ещё эти девчонки отдыхали. Развлекались. Ну, я надеюсь, они уже отсюда окончательно ушли. Ну, типа да. У нас этот день уже, получается, 76-й на нашем рабочем месте. А отдыхали они ещё первый день. Максимум второй. Ну, рыбу ловить, это, конечно, прикольно. Надеюсь, мы поймаем сейчас какой-нибудь форель. Или кижуч. Пятикилограммовый. Ух, было бы шикарно. Опа. А кто это мне планшет оставил? Эй, нет, удочку по двери. Я не то хотел сделать. Я хотел его прочитать. А мне не дали. Может быть, это был один из фиш-ин-гейм-фокусов. Посмотрите, если есть имя или креденчат или что-то. Я могу его назвать. Ну, же, посмотрим. Так, изучить планшет. Ладно, уберу пока удочку. Планшет будем изучать. Осмотреть. Етить. Всё на английском. Жаль, что на русский не перевели. Кто-то за нами послушал. ЦРУ. Как и Бэй, все дела. За нами ведётся прослушка. Что такое? Это чё за звук? Как от... Я тоже не знаю. От неработающей колонки, что ли? Блин, я так не поймал рыбу. Изучить странный шум в стороне ущелья. А рыбу-то ловить будем сегодня, нет? Дай рыбу поймать, потом всё остальное. Впень на шум, ничего не хочу. Хочу поймать себе какого-нибудь осетра или... Блин, почему он всё время удочку выкидывает? Может, на правую кнопку? Убрать, держать. Бросить, осмотреть. Не, ребят, походу мы сегодня ничего не поймаем. Ё-моё. Вот что за облом, а? Как всегда. Облом. Ладно. Пойдём искать звук. Что за звук? Поймёшь. Планшет у себя тоже оставляем. Ой, какой мерзкий писк. Изучить странный шум вблизи. Похоже, писк от рации или от колонки. Вообще, похоже на колонку. Да, это рация. Ну, почти угадал. Я был близок. Раз, раз. Фигеть! Что? Что за фигня? Мне кто-то по башке надавал. Было больно. Блин, да это по-любому тот мужик. Но кто это мог ещё сделать? Явно не эти девки. Они уже отсюда давно-давно свалили. А мужик за нами всё это время следил. Само перводняк, к слову. Да я тоже не знаю, что происходит. Вапитти. По-любому, она знает, но рассказывать не хочет. Лук в описи. Ну, я пошёл следовать. У меня, походу, всё отобрали. И даже удочку. Блин, так и не поймаем рыбу. Чёрт! Хочу на рыбалку. Да, даже после того, как меня огрели по голове. Да никого я не злил. Нет. С чего мне придумывать? Нас слушают. Нас, возможно, слушают. Так, нам надо идти, наверное, всё-таки. Следовать лук в аппите. Это вот это? В аппите стейшн. И те от озера. Понял? Тогда в ту сторону. Не, они всё знают. Ну, или он. Это пух, что ли? Тополинный пух, жара-юль. Эх. Блин, реально пух похож. Так, и куда мне? Я так ничего и не ответил ей. Блин. Ну, я хотел. Я просто засмотрелся. Извини меня. Джулия? Нет, это не Джулия. Это Делайла. Так. Может, наконец-таки здесь у нас будет топор. Который, которым я смогу хотя бы обороняться. Так, пароль, по-моему, был. Какой же был пароль? 6, 6, 6. 7, 7, 7. Блин. 4, 3, 2, 1. Или... А, 1, 2, 3, 4. Точно. Как я мог забыть? Так, 1, 2, 3, 4. Отлично. Ммм, работает даже. Думал, что все-таки что-то перепутал. Ящик с припасами. Так, записка. Это еще во второй день обнаруживает из записки от Рона к Дэйву. И наоборот. Так, тихо. Давайте почитаем. 29, 08, 86. Рон, у меня плохие новости из дома. Надеюсь, они меня отпустят отсюда ненадолго. Хотя неизвестно, с учетом того, какие сейчас бюджеты. Ты получил мою записку о том, что случилось в Апите? Шериф не очень мной доволен. Но не знаю. Наверное, я перестарался. Жаль, что тебя там не было. Наверное, тебя задержали дела. Дэйв. По скриптам. Амигос по-испански и профессионалис по-итальянски. Окей. Очень полезная для нас информация. Дополняем в очередной раз карту. Нарисал там какой-то лес, наверное. У тебя нету роз. Ничего не понимаю. Ничего не понятно. Старый свитер. Взять я его не могу. Банки уже, видимо, все испортились. И книга. Четвертое имение. Ну, мы ее, пожалуй, оставим здесь пока что. Жаль, я могу взять с собой этот свитер. Эх, топора мы так и не нашли. Да, если честно, я уже и не надеюсь на то, что мы найдем топор. Все-таки эта игра явно не про то. Тут мы даже не можем обороняться. К сожалению. Так, видимо, мне нужно спускаться вниз. Так, убирай карту. Прикрепляй арпенинский трос. И погнали. Ток не упади. Ну, я думаю, мы уже справимся. Это в первый день я падал. А сейчас-то все будет хорошо. Уже наученный. Живу тут, понимаешь ли, 76 дней. Исправно выполняю свою работу. Кто-то мне дает по голове при этом. Опа. Клевые камушки. Прям как снеговички. Так, а я не могу их скинуть? Нет, наверное. Эх, жаль. А вдруг бы у нас в игре была подобная ачивка? Ударь по камням. Получи достижение. У нас любят делать разработчики игр подобные ачивменты. Совсем нелогичные. Так, забор. Опять я к нему вышел. Блин, тут по-любому проводились какие-то опыты. Ты какой-то непонятный зеленый. Или мне просто показалось? Я без понятия, что здесь происходит. Я думал, ты мне об этом расскажешь. О, от холтика. Продраться через забор. Да, да, да. Так, а камень, я так полагаю, мне нужен для того, чтобы сломать им этот замок, да? Безумное место. Это похоже на чертову зону 51. Блин, может, мы вправду инопланетяне? Я бы посмотрел. Вот был бы и вправду очень интересный поворот сюжета. Если так, оп, идем, а там инопланетяне все это время делали и подсматривали за нами и плюс еще атаковали нас из-за спины. Это были инопланетяне. Было бы забавно, конечно. Так, ну про калитку я и так знаю. Ладно, открываю. Зачем я прям сообщаю обо всем подряд? Непонятно. Так, че? Не сработало, что ли, камнем? Открывайся! Давай, открывай, медведь пришел. Не могу попасть внутрь. Болеееен. А если перелезть, я бы, наверное, смог залезть вот на это дерево и через забор. Ну вот, идти еще. Кому-то придется найти место контролируемого выгорания к югу от реки Руби. А-а-а! Теперь-то я понял! То есть, этот пожар так у них было задумано. Все шло под контролем. И, как я понял, там сейчас и находятся эти пожарники, у которых мы, собственно говоря, сможем попросить помощи. Так, секунду. И чего? Где они вообще находятся? Ё-моё, в самом низу? В самом низу. Опять идти в такую даль. Вы издеваетесь. Туда-сюда. Я же только что оттуда был. Че вы меня гоняете все время по одному и тому же месту? Дай камень. Не дает. Ну и ладно. Не хотите и не надо. То есть, нам сейчас идти обратно практически к дому, потом идти вниз на юг, потом идти до того места, где отдыхали эти девки, где на них еще напали эти же самые инопланетяне. Ну, хоть это были и не инопланетяне, мы и так это знаем, но вы поняли, о чем я говорю. Этот мужик в темном, который все время за нами следит. Еще с самого нашего первого рабочего дня. Есть у меня предположение, что до этого он жил на этой вышке и тут он работал. Возможно, его уволили за какие-нибудь его маниакальные проделки. Не знаю. Возможно, он и вправду тут подглядывал все время за этими девчонками. Учитывая, что он в данный момент и за нами все время подглядывает, узнает, о чем мы там общаемся с Лайлой и тому подобное. Все, все, все о нас прям знает. И возможно, из-за того, что его уволили и взяли на это рабочее место нас, он теперь нам мстит, кто знает. Вообще, если честно, его мотивы пока что совсем не непонятны, что ему от нас нужно. И почему он ждал вот эти 76 дней для того, чтобы на нас напасть. Но не сделал это ранее. Это тоже очень странно, как мне кажется. До этого он только разрушил дом, наше рабочее место, и как бы все. Остальное время он почему-то выжидал. Так, нам долго там еще идти? Контролируемое выгорание. Ну, я помню эту дорогу. Мы тут уже, к слову, в предыдущей серии проходили. Было дело. Ребята, а вы что думаете? Кто вообще все это делает? Только, пожалуйста, без спойлеров, кто уже игру эту прошел, он явно знает, что тут вообще происходит. Это скорее вопрос к тем, кто еще эту игру не видел ни разу. Как и я. Пока лишь мы можем строить догадки. Потому что нифига не понятно. Хотя, казалось бы, обычная работа в лесу, в лесничьем. У него особо-то и дел нет. Я думал, он хотя бы будет, ну, не знаю, тушить все эти пожары. А он за 76 дней своей работы увидел только один пожар. Ну, и в начале еще этих девок прогнал. Все, это вся его работа. Я бы хотел на подобное устроиться. Отдыхаешь себе, ни о чем голову не забываешь. Еще и на природе. воздух свежий. Все хорошо. И даже медведей-то особо нет. Так, погодите, а мне правильно опять в это же место нужно шлепать? Наверное, да. Если честно, я тут вообще не вижу никакого пожара. и мужиков-то тоже не видать, которые бы мне на помощь пришли. Ну, вроде я иду в верном направлении. Вот тут отдыхали эти девчонки. Горел костер, видимо, уже тут убрались. Весь этот мусор я унес отсюда. Ну, это сделал я, кто бы это еще мог быть. Куда я вообще приперся? Тут ничего нет. Мне точно нужно было идти в это место? Похоже, я повернул не туда. Наверх тут, наверное, не забраться. Ну, конечно. Так, секунду. Ничего не понимаю. Подождите, или это дым здесь что был? А куда мне идти-то вообще? Я, походу, вообще не в ту сторону поперся. Так, это дроп мы взяли. Тут не перелезть. Нафига я вообще пошел вниз? Скаут кемп! Так мне в эту сторону идти, что ли? Едите! Это возвращаться обратно в дом, потом идти вниз до скаута. Ё-моё, а нафига я вообще сюда пришел-то? Едите! Офигеть! Вот это я молодец! Это я молодец, что так сделал. Но я, скорее всего, сейчас это обрежу и добегу обратно до вот этого места, откуда я не в ту сторону и повернул. Ну, чтобы вам на весь этот путь снова не смотреть. Так что, увидимся через пару секунд. О, ребят, запыхался, пока бежал. Так, ну, вроде я на это место пришел, поэтому продолжаем идти дальше. О, и даже Делайла с нами продолжила разговаривать. Можете вправду позвонить в полицию? Я думаю, это будет очень разумно, чтобы нам со всем этим не заниматься. Я же не особо люблю работать. Жил тут все эти 76 дней, отдыхал, а тут вдруг отправили там с чем-то разбираться и еще и по голове ударили. тогда... А что по доказательствам-то? А зачем? Пусть они уже ищут эти доказательства. Да они уволят нас, все будет хорошо. Понимаю. Хорошо, буду сам разбираться. Блин, всего она боится, понимаешь ли. Мне прямо идти. Я не знаю. Что? Рация ответит. Перехватывает нашу частоту, следят за мной. Вот так, наверное. Я пока не понимаю, в какую мне сторону идти. Вроде прямо, пока что. У тебя, возможно, и направо. Проблема в том, что я не могу открыть карту. А, или могу. Так. Здесь. Блин. А нужно было идти направо. Ладно. Пойдем наверх тогда. Так будет поудобнее до того самого места добраться. Надеюсь, я иду хотя бы сейчас в нужном направлении. Магическое колесо. Тут это. Так, отец мог защитить его. Может, ему даже нравилось. Уверен, с ним все в порядке. А, индейцы сделали. Ну, все понятно. Так, блин, мне дальше идти нужно. Вниз я тут, наверное, не пойду, хотя... Все, посмотрим. Вроде проход. Вроде даже открыт. Почему бы здесь не прошмыгнуть красивые цветочки? Хоть и летают в воздухе при этом. Найти пожарных в старом лагере скаутов. То есть, я уже нашел. Недавний огонь. Блин, они так долго разговаривают на совсем неважные темы. Это да. Обязательно им скажу спасибо при встрече. Ящик. Опять? Что случится, если выгорание выйдет из-под контроля? Ну, наверное, весь лес горит, очевидно. Да, и нас уволят. Ну, так, ну, так да, как еще? не в настроении у нас, в настроении. Это нас вообще-то огрели по голове, а не ее. карта. карта. Опять что-то копируем. припасы, три слепые крысы. А, это книга так называется. Три слепые крысы. Ну, окей, жаль, я не могу это прочесть, ну, иметь в виду эту книгу и, допустим, свой навык увеличить. Хотя, зачем нам эти навыки здесь? Ведь мы даже огонь тут не разводим. Ну, например, я бы, был бы не проще увеличить свою выносливость. Какое красивое большое дерево. Оно так и называется. Большое дерево. И лыжа. Одна. Ну, странно. Взять не могу. Ладно. Видимо, это оставили в памяти, о каком-то лыжнике. Возможно, погибшем в этом лесу. Кто знает. Нам же ничего не объясняют. Так. Я хоть правильно иду? Да, вроде верно. Тут у нас лес горел. Идем в нужном направлении, но проблема в том, что, возможно, я тут сейчас не пройду. Хотя нет. Я же обошел уже это большое дерево. так что вроде правильно иду. Давайте ускоримся. то мы так и не успеем до темноты добраться до пожарных. А мне нужно у них помощи попросить, как я понял. Возможно, они мне дадут топор. Ух, тогда я не зря иду. Блин, хочу топор. Вообще, какого черта? Игра про лесничего, а у меня до сих пор нету топора. Ну как так может быть? Разбитый сне... снегоход? Так, теперь я понимаю, что тут делали эти лыжи. Зима тут, как я понял, у них тоже бывает. Пруд. М, да. Очень важная инфа про пруд. свинной пруд. У нас еще две развилки идут. Надеюсь, я правильно пошел. Они вроде одинаковые и ведут в одну и ту же сторону. Так что не заблудимся. Что, по карте? по карте идем в правильном направлении, но я бы еще налево сбегал. Вдруг тут оставили чего-нибудь полезненькое для меня. Я же еще тот Плюшкин. Люблю все пособирать. Блин, нам тут такой возможности обычно не дают. О, я могу прямо здесь спуститься. Это будет неинтересно. Давайте зайдем через главный вход. Посмотрим хоть, что тут написано. сломанным. Эй, и что делать? Так, видимо, я правильно шел. Тут я смогу спуститься. Прыжок с высоты. Блин, чувак, только не разбейся, пожалуйста, не сломай себе ноги. А то прыгать-то смотрю. Хорош. Неплохая у него устойчивость на ногах. Тотем. Птичка. Это еще не знаю. Обезьяна, что ли, какая-то? Или ящерица? Еще одна такая же обезьяна. Ладно. Не знаю, что бы это могло было значить. Но что-то мне подсказывает, что тут пожарных больше нет. Ну, или скаутов. Старое укрытие. обо всем сообщим. А, так это школьники. Блин, а почему я думал, что это пожарные? Это скауты. Блин, а чем они мне помогут-то? Подсадят меня, например? Если они тут и были, то были очень давно. Потому что укрытие тут уже явно все испорчены. листовка пропавшим безвести. Боже, как же они много болтают. Причем эта информация, ну, ровным счетом не дает мне ничего. Она все время с ним заигрывает, хотя мы вообще-то женатый человек. И сообщили ей об этом неоднократно. ее, видимо, все устраивает. Капкан медвежий. Блин, офигенная штука. Из металла. Да, такой бы да в Золон Д'Арк. Ну, ладно, обещал, что не буду больше про Золон Д'Арк. В игре Firewatch я говорить, поэтому все. Молчу, молчу. 10 к 1 чё-то такое. Тоже книга. Странная она какая-то перечеркнутые люди. Обычно так перечеркивают дни в ожидании чего-либо. А тут люди. Возможно, эта книга про убийство. Непонятно. Листовка с пропавшим безвести. Да не, я-то не пропаду. А вот на девчонок кто-то пытался напасть. Так и на меня. Впрочем, уже тоже кто-то нападал. Не так давно. Чуть голову не проломили. До сих пор их болит. Ты лаяла. Что? Тебе этот парень не нравился, да? Ты действительно не нравился этого парень, да? Не знаю. Я, на самом деле, я просто не могу говорить с ним. Я имею в виду, что, что-то, 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 Аааа, какой интересный разговор, ну-ху, весело, обхохочешься. Так, меня вообще-то тут пару минут назад чуть не убили, а мы веселимся. Зачем я все это не узнаю? Ааа, ладно, давайте почитаем пока. Помолчи, пожалуйста, маленько. Пропал человек, имя пострадавшего, Митч Майклс. По-моему, я это уже видел. По-моему, у нас уже было такое. Может, это был не Митч? Да нет, я это уже читал. Подождите. Подождите, все это уже было. Я такое уже находил. Ладно, я возьму еще одну такую же листовку. Хотя зачем мне их так много с собой непонятно? Ладно, мы его найдем. Слушайте, а может это он? Я уже думал об этом, кстати. Что, возможно, это самый Митч. Он самый пропал. О, так, затушить. Это я могу. Только сделал это очень криво. Блин, ты странный. Странный. Так, ну идти мне, походу, придется в ту сторону. Я пока не понимаю. Ну, видимо, да. Видимо, да. Ну, ладно. Сделаем мы это уже, пожалуй, в следующей серии. Всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Не забываем оставлять свои комментарии о том, что кто это может быть. Возможно, это тот самый подозрительный мужик все устраивает. Возможно, это вот этот Майкл, а возможно, вообще какие-нибудь инопланетяне. Кто их знает, обязательно все ваши комментарии почитаю. Увидимся с вами в следующей серии. Не забываем ставить ваши большие пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Заранее всем огромное спасибо. Пока-пока. С вами был Морти. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok